Поехали запись, но стоит понимать, что Сашток пришел, мы догоняем реплей и я буду ужинать под Blood Bowl. Буду портить себе аппетит! Так что если вы слышите там чавканье или еще что-то, извиняйте. Отлично! Perfect Defense работает для... ну, скажем так, частично, частично работает, хотя хрен его знает. Я смотрю, Зен боится и уважает, пошел на прикрытие. Удивительно даже. Какая-то слишком адекватная игра для Дзена, в которой, мягко говоря, битой с еще то еще. Ну, в принципе, более-менее терпимый лосс. Могло быть и хуже, усчитывая, как играет Зен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, концептуальная идея защищаться от вампиров расстоянием вполне по себе норм, пока вампиры не кончатся. Продолжение следует... Продолжение следует... Опасно. Ну, Зиан в своем репертуаре. Но здесь я, пожалуй, это одобряю. То есть, вампиров надо поошить. Все-таки потеря даже одного вампира бьет довольно сильно. Нагловатый поиск шестерки не нашли. Нагловатый поиск шестерки не нашли. Кстати, будут. Спасибо, что не добла. Очень приятная шестерка. Но скатер откровенно не очень. Он вампира должно забивать. Чисто теоретически вампиры должны забивать, если не будет какого-то грязного. Не будет какой-то грязи. Придминуссингстомате. Я ждал грязнопаса, но так тоже неплохо получилось. Залетела такая шара-шестерка, теоретически. Ну, теоретически шара. Шанс там были вообще вполне реальные. Ну, такт кубы в мяч опять и есть. Притом, в общем-то говоря, несложные. Сейчас будет додж таклом с надеждой на лучший. Нет, не будет. Чё-то какое-то полное неуважение. Ну, честно говоря, агильного козла это не особо закроет. Он как-нибудь путь найдёт. Тут ещё есть теоретическое выталкивание... Ну, ладно. Сильно теоретически выталкивание одного вампирчика, Другой вопрос, что смысла в этом мало. Не хватает какого-нибудь одного вампира с бладжом, сайдстепом и подкатом. Потому что сейчас агильный козлик просто уйдёт в закат. Угу. Ну, очевидно, что лучше ловкости на бегуна ничего нет. Это очень круто. Это всегда будет играть. Это добавляет очень много надёжности. Это хорошая идея. Кажется, бери и не думай. Ну, Зен молодец. Эту игру Зен играет удивительно умно. Претал Аккорн. А не как обычно. Здесь Зен прям показывает вполне неплохую и адекватную позиционную игру. У меня был как-то пятиагильный бегун. Это, я тебе скажу, болотающая сила. А для всех остальных могила. Чё-то прям отдельно мувный козёл очень хорошо работает. Шестёрочка нашлась. Неприятненько. Неприятненько. Как по делам сходил? Ну, сходил и сходил. Не чувствую ног. Всё болит. Бесконечная агония. Отлично. Прям действительно отлично. Без шуток. Чувствую себя половой тряпкой. Мне это доставляет своеобразное полумазохистское удовольствие. Попытка убить вампира. Это правильно. Наконец-то у Зена открылось окно возможностей для убийств. Просвет. Просвет для убийств, ребята. С учётом сложной ситуации положить не надо. В смысле здесь ещё над позиционкой работать и работать. Поэтому то, что не положено, это хорошо. Ну, в общем, что-то я пока чувствую, что вампиры всё-таки пропустят. В смысле ситуевина у них непростая. то есть кубы-то в мяч, конечно, есть, но там ещё безумец стоит, что немножко опасно. то есть можно погипнозить агильным вот сюда, а вот этим ворваться в мяч. Ну, или наоборот. Обидно. Один-один. Господи, Энфи. Как же тебе не везёт, а? Серьёзно, я, наверное, ни у одного игрока в рубле не видел столько даблы на даджах 2+. Можно делать здоровенную гигантскую нарезку, где раз за разом Энфи кидает 1-1 на 2+. Это какая-то фантастика. Похлопаем, похлопаем Энфи. Похлопаем его по спине, поплачем вместе с ним. Не, без шуток, ребята, я не знаю, где Энфи так, прости господи, нагрешил, но это ужас какой-то. Ну, не должно быть столько даблы на даджах 2+. Притом, всё это в довольно важные моменты. Вот Энфи, господи, ребята, там Рейвен 7-0 выигрывает Нурдела. 7-0. Нет, я уходил, когда, точнее, я начинал стрим, там было 4-0, 4-0. И это был типа господи, там вообще никого не осталось. Что Рейвен сделал? Там какой-то ужас, ребята. Что за ужас там творится? Я понимаю, что Нурдел очень слабенький, но 4-0. 4-0. Я чё-то как-то... Как можно подземки проиграть 7-0? Даже за Огров? Это в рубле. Хорошо, что Макс сломал, но пока что гол не МНГ. Кому повезло, ребята? Давайте посмотрим. Это важный игрок. МНГ тоже, конечно, такое. Сейчас посмотрим. С кем следующую игру играет Мастер Зен? А, с Лока. Лока довольно сильно повезло. О, да-да, привет, Лока. Не, просто представьте, что 7-0 обыграть кого-то в рубле, это, конечно, ну... Я бы сказал пару слов, как это. В общем, можете себе представить 7-0? Да, ну, 1-1 сейчас будет. 1-2, господи, как же... И худший скаттер, о, господи. Ну, что-то у Энфи сезон просто никакой пощады, ребята. Вот просто коротко и ясно можно сказать, что это сезон под знаком никакой пощады. Но если сейчас еще и Зен забьет, то как бы... Да, Зен даже посталить может, теоретически, если уронит Агилу. Не, ну, мне жалко Энфи, то есть у него что-то прям как бы... Ну, этот сезон... У него и все сезоны плохие, но этот сезон что-то вообще полный, аутец? Господи, неужели Рэйвен сделает 8-0? Рэйвен выиграл 8-0. 8-0! Как можно проиграть 8-0? Мне кажется, даже если постараться проиграть 8-0, задача не для средних умов. Объясните мне, как можно проиграть в рубле 8-0? Как? Карл? Представляете себе 8-0 проиграть? Не, ну там на самом деле на поле осталось, как я понимаю, 3 Огра и все, но все равно 8-0 это, конечно, это надо показать какую-то просто ну, нечеловечески плохую игру. Вот. Привет, Стокер. Ну, Стокер, понимаешь, это надо, чтобы Огра тупили все время. Это, понятно, чтобы Рэйвен забивал каждые два хода, при том, что периодически ой, как же везет Зену, посмотрите, у Зена все упало на жаре, но оно, а, нет, слушайте, почему повезло? Если вам после забьют двухходовку, то не повезло, при том, что на восьмой ход счет был 2-0. Я этого не понимаю, честно, для меня это фантастика. Не, ну, слушай, ну, подземка не та команда, которая клепает голы за голами. У Рэйвена нет, например, там кучи агильных игроков или чего-то подобного. У него обычная, стандартная земка. Привет, Менг. Не, ну, все равно, понимаешь, ну, ладно, пропустить за тайм пять мячей, это надо енно постараться. Это надо так постараться, чтобы пропустить за тайм такое количество. Я не знаю, ну, блин, ребят, серьезно. Вот что нужно сделать, чтобы пропустить пять мячей за тайм? Я не знаю, когда, когда я насиловал Адантов Папунзель, даже у меня был заход не рядом, я бы сказал. Как можно не серьезно? Как бы, ну, ладно. Понимаете, тут даже вопрос, как бы, какие вещества принимает Рейвен, что у него получается вот такое. Хе-хе-хе. Так, профи сыграл, очень много единичек накидал. Вообще, три жажды заход, это, конечно, не то, что мы ищем. Ну, наверное, в истории Рубла 8-0 еще не было. Я без шуток говорю. То есть, в истории игры наверняка было, но в истории Рубла точно нет. Это легендарный матч. То есть, ну, я бы, я не знаю, я бы учредил медальку легендарно плохой игры после этого. Это, это, это особенная, особенная медалька легендарно плохой игры. Легендарно плохой игры. Ну, то есть, может, Рэйвен, конечно, супер отыграл, но в первую очередь, ребята, давайте говорить честно. Если так сыграли как бы не ПО, не ПО, эй, животное, не ПО. Не, ну, молодец, что сломал, но, типа, облегчил гол прилично так. И, естественно, Реген не сыграл. Это кому повезло в следующем туре? Кащею. Не будет бегущей шутки. Но это небольшая шаротравма. мелочи приятно. 8-0, ребята. Ну, раз жары нет. Ну, вампосы молодцы. С жарой повезло, вампосы реализовали гол, похлопаем вампосом, молодцы. Вампосы порадовали немножко. 8-0. Блин, я просто не знаю, я бы после этого на месте Огров игру бы удалил, потому что как бы стыдно. Чё-то как-то маловато немножко вампиров на поле. Ну, то есть, как бы, понятно, что вампиры пойдут забивать двухходовку, выбора у них мягко скажем маловато, но чё-то говно какое-то, ребят. Ну, в смысле, реально, по ощущениям вампирам будет очень тоскливо. То есть, скорее всего, двухходовку они как-нибудь вымочают, но их очень мало. Отвратительная жажда, отвратительный профи. Решил не рисковать с подбором. На самом деле, я вполне допускаю, что Энфи этот матч, ну, как бы, проиграет. Объясню, почему. У Энфи сейчас мало игроков на... Ой-ой-ой, отвратительный. Ой-ой-ой, вот теперь, похоже, проиграет, ребята. Вот теперь, ребята, похоже на то, что вампиры проиграют, потому что они сейчас не забьют голы, их просто съедят. Это, ребята, похоже на конечную. Это очень похоже на конечную. Ну, то есть, даже, думаю, такой специалист в Бладбоуле, как Мастер Зен, все-таки сможет отбиться от этой атаки. Это ГГ, ребят. Ну, сейчас игра будет быстрая зато. Если быстрая, тут будут убивать просто... Да, все правильно. Реролл. Все, ребят, ГГ. Серьезно, без шуток, это ГГ. Ну, Энфи, конечно, опять накидал легендарного говнища с лопаты, но это ГГ. Привет, Ситар. Ситар, вот как можно проиграть 8-0? Вот, вот, что надо сделать, чтобы проиграть 8-0? Вот как, как, как это возможно? При том, что человек вроде как, ну, вроде как бы не совсем новичок, конечно. Мне тоже кажется, что даже если стараться, вот, мне тоже кажется, что даже если стараться, то есть, даже если один не старается, а другой старается, сделать 8-0 очень тяжело. Ну, Клейман, ну, все равно согласись, все-таки, ну, это крайне редкое стечение обстоятельств. Ну, то есть, окей, ты молодец, что это делал, но все равно, сколько раз ты вообще за 21 сезон рубла, за 21 сезон рубла, помнишь таких счетов? Козла без блока, мне кажется, что Энфи поплыл немножко, ребят. Мне кажется, Энфи просто на дизморале после очередной пачки даблы и так далее. Нурделл насосал Рейвену во всех смыслах, конечно. Да, Энфи на дизморале, ребята, Энфи столько накидал, типа, плохих кубов сейчас, что я могу понять, почему Энфи на такой лютейшей дизморале. У Энфи опять просто вот эта вот потрясающая сдача кубов а-ля 1-1, 2-1, 1-2 и так далее. О, Клавса поиграет. Не поиграет. Единственное, что Энфи может спасти в этой ситуации, это Мак. По-хорошему, конечно, счет сейчас должен был быть скорее 2-0 в пользу... Ну ладно, не 2-0. Ладно, 1-0 в пользу Энфи. Там все-таки атака была такая. Ну, у Зена не очень. Ну, я смотрю в своем репертуаре. Потрясающие кубы. Похлопаем, похлопаем. я не знаю, сколько как это выразится-то. Я не знаю, сколько раз должны Огры были сделать Буэ, чтобы счет был 8-0. Понимаете? Это же там не... Это же не там... Я понимаю, еще 5-0, там 4-0, там что-нибудь такое. Но типа 8-0. Даже против Огро... Понимаете, даже пиковый Дарквинг не делал такого. Черт, хорошо звучит, ребята. Пиковый Дарквинг. Вот на мой взгляд, даже пиковый Дарквинг не подходил к этому. Ну вот. А пиковый Рейвен как? Просто объясни как. Оу, Физ, говорят, у тебя будет очень интересная игра в рубле. Вот. Ну господи, там Индигон на форуме оправдывается. Ужас, конечно. Колян на него напал. На чистом скилле и отсутствии совести. Ну, Рейвен, мне кажется, что здесь должно... Здесь какое-то запредельное отсутствие совести и запредельный скилл. Ты вроде никогда ни тем и другим одновременно не обладал. Извини. Ну чё, теперь ключевой момент, ребята. Ой, молодец! Игорь! Игорь молодец! Игорь! Молодец, Игорь. Мы, кстати, почти догнали прямой эфир. Ну вот. Я как раз могу пойти тарелку закинуть в раковину, замочить её. Так же, как мастер-зен замочил пупка! И... Ладно. Даже не фалил на 16-й ход. Ничего себе! Да ты просто... Да ты просто человечище! Наверное, потому что ты на 16-й ход забивал? А? 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 Это как в той старой шутке насчёт того, что... Я... Я не убивал её. Она просто 36 раз подряд упала на мой нож. Жадновато. Жадновато. Ну, даблу давай! Даблу! 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 Нет, ну это не дабла, это говно какое-то. Ну, вообще просто. Что за ужас у Энфи? И опять реги не сработает, наверное. Ну, откуда я это знал? Даже не представляю. Так. Так, так. Run, Форест! Run! Run! Беги! Да! Форест! Ну, помним ещё о том, что есть маг, ребята. Правда, честно говоря, конечно... Спасибо, хоть выбили на игру с лока агильного засранца. Run, Вася, run! Run! Малой, выходи гуляться, да? Не, ну, честно говоря, Зен, конечно, у него куча времени на победку. Конечно, Зен умеет не выигрывать, но мне кажется, тяжело, тяжело. Но ничейка точно с победкой, конечно, не знаю. Хотя, если он сейчас ГФИшек накидает, как батя, давай, даблу! Дай, даблу! Даблу надо! Ларгар! Ларгар, даблу! Даблу, пожалуйста, на ГФИ! Ларгар, пощады! Ларгар, пощады, давай, давай! Не, ну, Ситар, такие кубы у Энфи, что мне кажется, залетит. У Энфи сегодня очень плохие кубы, поэтому... Я, я, я смотрю на кубы, а не на ситуацию на поле. Да, тут может повезти, хотя Зен сейчас занимается фигней. Зен делает те блоки... Ой, кстати, забыли о холопе. Засадный холоп, ребят. Забыли о холопе снизу. Даблу на ГФИ! Даблу на ГФИ! Даблу! Даблу! Дай, да, квадру, квадру! Да, уже неплохо! Уже немножко времени. Окей. Даблу на ГФИ, пожалуйста, падай, 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 сука, падай! Ну не, все, гг. Вот теперь, сорян, ну не победа, короче. ПО, ПО, Зен, не обманывай нас. Да не пробой! Не пробой! Да не, пробьет, конечно. Да. О, с травмой. И, наверное, еще один не... не гла, это аптека. Аптека спасла. Спасибо. бы. Ну, блин, не знаю, ребят. Типа... Чего-то я не верю в то, что... Не, ну Зен может не забить против мага за три хода. Маг же... Или маг был. Я что-то не помню. Или у меня проглющило, и мага не было. Хрен его знает. Ну ладно. Не, ну Зену, Зену тяжело сейчас проиграть. Все-таки тут холоп как бы медленный. Вот. Медленный холоп. Был маг. Так, а когда давали мага? Может, я пропустил? Я что-то не помню мага. У меня склероз. А был маг лока? В смысле, в смысле, его кидали? О, слушай, и стрим поднял холопа засадного. 1рр, не подбор и привет. Да, это шанс. Притом, что еще пас надо дать. А, точно! Магом выбили, точно, магом выбили звера-человека. Да, да, все верно. Магом выбили звера-человека. У меня склероз, ребята. Ну, я кушал, мне можно. Так, ладно, я сейчас подойду, я пойду тарелку замочу. Ром, вот все, Ром! Ром. О, господи, ребята, качать гения? Я имею в виду, Саша, Саша смог дойти туда-обратно. Господи, мои ноги. Ой, моя спина. Господи, никакой пощады. Ладно. Что-то, что-то как-то тоскливо. Пошел игрок на гол. Не, ну, опять же, конечно, вампирам дико не перла весь матч, без шуток. То, что при этом Энфи даже как-то там, если же Энфи сыграет ничью, это ничья, как победа с такими кубами. Энфи какой-то прямо супер шляпный сезон. Где все вампиры? Где-то тут. Знаменитая антивампирья команда. Халопа рабы. Да тут, Колян, просто серьезно, у Энфи какая-то непонятная карма в этом сезоне. У Энфи просто вот каждый матч это какая-то зрада. Вот так вот. Блин, был какой-то смешной мемас на эту тему. что-то там про закрыл я очи, зрада, тра-та-та, блин, не помню. Ну, с другой стороны у Зена один рерол и два хода. Знаете, как две девушки и одна чашка почти то же самое. Вот. 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 Не везет, не везет. Последний эрэр уходит. Нет, сегодня не день Бэкхэма. Вот. Вот этот мем. Сейчас поверим. вот так вот, ребята. Вот именно вот так вот. Аккуратно играет Зен Кощей. Аккуратно играет Зен. Зрада. Руки опускаются. Вот чах слезы. Зрада тотально. Вот это. Это именно про игру про кубы Энфи. Кощей, тебе, кстати, повезло. В смысле, то есть следующий матч будет чуть-чуть попроще. Там один вампосик там отдыхает. Тыр-тыр-тыр. У тебя же, да, следующая? Да. То есть, смотри, Кощей. Значит, МНГ мувного вампира МНГ холопа там замен будет меньше. Ну, в принципе, нормас. Мастеру Зену дали МНГ на мувную тварь. То есть, Лока будет чуть попроще. Но только Лока. Один-один на ловлю. Ну, чё за чё за зрада-то, а? Блин, тоскливо. Ну, теоретически три плюс на гол, тип. ГФИшечки бы вперёд. Сразу прошёл бы вперёд там, а? Вот этого козлика тоже подтяни. Ещё и у этого козлика можно подтянуть. Подтяни трёх козлов. два ГФИи вкладка зачем стокер? Не, ну, подведь да ладно. Раб просто не... Ладно. Игорь! 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 Там вторая гела на гарде. Да? Сейчас посмотрю. Да. Ну, тогда ладно. Ну, всё, три плюс на гол. На победку. Жаль, конечно. Но Зен этот матч играл вполне норм, стоит сказать. Без шуток Зен играл этот матч неплохо. Да, чё-то никакой пощады для Энфи. Никакой пощады. Да, ребятки. Да, ребятки. Энфи начал с трёх поражений к ряду. На моей памяти хуже вышки Энфи ещё не начинал. Хотя, может, я и не прав. Да, ребят, по-моему, это... Вообще, в принципе, ни разу Энфи не начинал с трёх поражений. Да, ребята. За все там 12 сезонов это худшее начало для Энфи. Вот так вот. Да, это было тоскливо, конечно. Жажда была вроде нормальная, а вроде не очень нормальная. Даджи были не очень, особенно с учётом той даблы. Спринты, правда, были норм. Тоскливый матч в целом вышел. Такие дела.